У нас в городе Оренбург есть такой центр, Автоград называется. Продаются автомобили, продаются, выгоняем. Ну и магазинчики в основном разные, там под что хотите. Моя цель сегодняшнего визита, посмотреть защиту на Нилу 2131, чтобы и двигатель, и коробка была закрыта. Так что пройдем, посмотрим. Пойдемте, ребята, посмотрим. Магазин, полный привод. Все для них продают. Хочу посмотреть защиту под картер, под двигатель. Пройдусь, посмотрю, какие вообще есть. Сейчас подойдем, у ребят спросим, что у них есть в наличии. Ребята, смотрите, полный привод пришел. Вот такая вот защита стоит 1350. Напишите, какую лучше взять. Вроде, в принципе, смотрите, металл хороший. Вот, и крылья. У меня стоит кондиционер. Так, вот эта вот защита, она состоит из двух частей. Состоит из двух частей. А, три 150. Тоже, я бы сказал, металл такой приличный. Здесь уже и коробку защищает. Напишите, пожалуйста, какую мне купить, какую поставить. У кого какая есть. Есть ли преимущество в этих защитах. Потому что маленькую ставить смысла нет. Вот, или такую за 1350. Или такая вот, с двух которой, три 150 стоит. Жду от вас комментариев. Так, ребят, смотрите. Здесь есть на Неваз такая защита. 1800 стоит. Ну, не знаю, броня написано. Как бы, тоже вроде металл. Толстый. Вот такой вариант еще есть. Пойдемте, другие посмотрим варианты. Итак, друзья, товарищи. У нас асфальт открылся от снега. Снег потихоньку тает. Я решил перейти на летнюю резину. Летняя резина у меня... Сейчас вам покажу все. Так, летняя резина. АТшка у меня. ВИАТТИ. ВИАТТИ БОСКО АТ. Резина АТшка. Она у меня новая. 215, 65 на 16. Я ее по осени приобрел. На эти диски поставил. На этих дисках вылет меньше, чем на зиме. Зима у меня липучка. Так что сейчас домкратом подниму. Как менять. Смысла нету показывать. Короче, четыре баллона ставим. Покатаемся по снегу. Посмотрим. Прикольно. Он такой будет. Кататься. Резине. Так что скоро весна у нас пришла. Начинается. Скоро начнем заводить наш мопед. 125 кубиков. Индиго Шторм. Брал я его новый. Пробег у меня тут. 1800 км. На нем проехал. Прикольная техника. По паспорту 49 кубиков. На самом деле здесь 125 кубиков. Номера я не получал. Потому что так как 49 кубиков, получать номера не нужно. Так, еще у меня к вам вопрос. Кто знает. Вот у меня есть динамический трос. Вот смотрите. Здесь узел такой получился. Как его развязать? Напишите, пожалуйста. Кто знает, как такой узел развязать. Ладно. Я меняю. И поехали кататься. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ 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 ПНЕМУ КОЛЕСЯ Я произвел. У этого колеса вылет меньше. Эти вот оффроуд. У них вылет где-то около 4 сантиметров. вот так вот произвели замену поедем кататься так эти диски сейчас посмотрите вылет на 40 а вон 6 1 2 16 h2 вот смотрите разницу летняя а тэшка протектор ширина одинаковых 215 липучка но океан вот различие здесь зацеп идет более сильнее за счет порезов ламели и называются вот лето а ты более гладкие зацепы меньше вот и вся разница лето зима еще есть шипованные торчат шипы для лучшего зацепа зимний период особенно когда лед гаража колеса меня давайте проведем тест сейчас вам покажу условия смотрите это левая сторона стоит на земле задние колеса заменил передней еще нет правая передняя стоит на земле правая задняя вывесил что хочу попробовать я все про самоблок съедет ли автомобиль у нас или нет давайте вот так камеру поставлю посмотрим сначала поеду дифференциал березовой включать не буду смысл должен быть такой что это колесо должно пробуксовать тем колесом она должна его вытянуть напоминаю дифференциал березовой включать не буду давайте погнали сестра готова сестра готова Продолжение следует... Продолжение следует... Вроде колесо стало тянуть. Напоминаю, межсевой дифференциал я не включал. Потом я нажал подаль тормоза и резко тронулся. И машина спрыгнула. То колесо, которое было поддомкрачено, в принципе, иначе самоблок работает. Ну вот, с вас лайкос. Все для вас. Заехал на шиномонтаж. Сейчас двоечку, двушечку проверим. У меня, в принципе, двоечка. 2,1 накачаю. Вот, 2,1. Все так колеса накачаем. Говорят, если лейкопластырь наклеить, типа будет тем... Сейчас проверим. Держать не... На него багажник лейкопластырь наклеиваем. Посмотрим, насколько он выдержит на багажнике. Вот таким образом. Опачки. И сейчас он должен закрыться у нас. Все, работает. С вас лайкос.